Всем привет-привет! В моей орхидейной коллекции никогда не было психопсисов до недавнего времени. Я сдалась, приобрела себе несколько штучек, вот привыкаю, поэтому я первое время даже не снимала ролики про них, они у меня с начала осени 2019 года. А сейчас наконец-то собираю все материалы воедино. Знаете, почему раньше их не было у меня? Да, они, конечно, экзотические, я, конечно, люблю всё необычное и так далее, но даже для меня эти растения были слишком уж экзотическими. Цветок, сам цветок, он, конечно, прикольный, он бывает гигантский, там 10-15 см, он с прекрасными такими антенками сверху, напоминает, знаете, удивлённого такого инопланетянина, который не понимает, как его сюда занесло. Но вне периода цветения это просто какие-то кожистые листочки, редко-редко встречаются психопсисы с таким ярко выраженным, красивым крапом, это тебе не шалериана, не фаленопсис шалериана. А когда цветонос набирает свою длину и мощь, во-первых, может пройти очень много времени. Это орхидея для очень-очень терпеливых. Кто-то где-то написал, что цветонос набирал свою длину и бутонился чуть ли не два года. Я поняла, что, наверное, это вот для тех, кто дзен себе уже отрастил, не меньше, чем длина вот этой вот шеи. А потом вот эта вот удочка, понимаете, удочка, она достигает там и метра, и больше, потому что у психопсиса револьверное цветение. Я не поняла, что за сердечко, ну ладно, пускай будет. Короче, у психопсиса револьверный тип цветения отцветает один цветок, потом когда-нибудь на кончике этого же цветоноса образуется следующий. Короче, пока психопсис сам не скинет, не засушит свой цветонос, его отрезать не рекомендуется. Ну так вот, у некоторых людей психопсисы цветут часто, видно, условия подходят. И длина цветоноса, она, естественно, с каждым цветением увеличивается, и люди закручивают даже по спиральке, по какой-то, да, вокруг какой-то основы, в круг, закручивают этот цветонос, чтобы он до потолка не дорастал. Ну, короче, это очень-очень-очень растение на любителя. Я в итоге решила стать таким любителем, потому что рассказы моих орха-френдов меня просто покорили и синтриговали. Мне сказали, что это просто неубиваемое растение. Единственный способ убить психопсис – это залить его корни. Я поняла, что это растение прям моё-моё. Вы же знаете, какую орхорелигию я проповедую, и всё время вас в неё пытаюсь затащить. Я люблю проветривать корневую систему, я люблю давать корням дышать и постоять сухими между поливами. И я когда прочитала о психопсисах, я поняла, что это прям вот моё-моё. Единственное, чего я не поняла, так это обилие мха, которая прилагалась к психопсису. Видимо, у азиатов своя система полива не такая, как у нас. Раз растения отправляются с ферм азиатских в живом состоянии, значит, они там правильно поливаются, весь их жизненный путь. А уже мы тут начинаем чудить, или что-то случается при пересылке. Короче, почему мы получаем орхидеи с гнилыми корнями? У азиатов-то всё вроде бы более-менее нормально. Ну так вот, в моих условиях лоджии, которые сейчас без подсветки находятся, в условиях осеннего и зимнего перепада температур дневных, ночных на лоджии, то у меня нет подогрева, кроме нижнего вот этого вот пола тёплого, у меня нет больше никаких источников тепла. Я подумала, что если я буду в Амхе оставлять эти психопсисы на зиму, то я как раз и получу к весне трупики, потому что, ещё раз скажу, психопсисы не любят перемочки корней. Если учесть, где живут в природе, обитают психопсисы, а это, по-моему, Центральная Южная Америка, причём они могут селиться на деревьях где-то на высоте 300-400-500 до 1000 метров над уровнем моря. Раз на деревьях, значит, вы понимаете, какой бы тропический ливень там не прошёл, как только он заканчивается, сразу выглядывает солнышко, и главное, дует ветра. Так вот, если где-то в районе метра от земли влажность сохраняется, потому что испарения от земли идут и всякое прочее бла-бла-бла, то, не знаю, там метрах уже на 30 от земли там идёт такая мгновенная просушка, вот, и психопсисы, судя по тому, что я увидела и почувствовала, когда их получила, я их потрогала, естественно, очень твёрдые, жёсткие, кожистые листья, говорит это о том, что природа создала их очень железобетонными и приспособленными к длительным периодам просушек, хотела сказать, длительным периодам засухи в природе. Ну и теперь становится понятно, почему мы орхолюбители так часто в своих домашних условиях губим психопсисы, потому что растения, которые в природе живут высоко где-нибудь там на деревьях, да, и быстро просыхают после тропических дождей, вот вы эти растения никогда не уговорите нормально себя чувствовать, адекватно развиваться в условиях, когда их корни вдруг по вашей приходи перестанут дышать. И когда люди говорят, что, ой, ну у них же там в тропических лесах, например, да, влажность повышенная, а у нас дома этого нет, поэтому давайте-ка мы скомпенсируем всё это дело, поместив корни в какое-нибудь там вечно непросыхающее болото. Ребят, ну давайте просто логику подключим, да. Вы занимаетесь подменой одного понятия другим, а это абсолютно разные плоскости, понимаете? Нельзя, нельзя растение, у которого эпифитные корни, корни которого создавала природа, вы изменить этого не можете, того факта, что корням орхидеи нужно дышать. И каким бы ни было требовательным растение к влажности окружающей среды, да, оно не согласится жить в сухом воздухе с корнями, помещёнными в болото. Влажность воздуха, окей, поднимайте разными доступными способами, но корни орхидеи, созданные природой эпифитными, не перестанут таковыми быть, просто потому, что вам так захотелось. Вот. Что касается конкретно моих психопсисов. За то время, что они у меня находятся, за несколько месяцев, они у меня подросли. Я имею в виду те светло-зелёные новые ростики, с которыми они пришли ко мне. Единственное, что все они питаются от корневой системы предыдущих поколений, скажем так. Вот. Новых корней у нас нет. Из-за тех нескольких месяцев, что эти растения у меня, новая корневая даже не думает показаться. Вот у кого дома есть психи, и кто отслеживает вот эту всю динамику, хронологию событий, кто цикличность эту знает, скажите, когда у психов появляются корни? Потому что симпедиалы для меня вообще как тёмный лес, по большей части. И некоторые мои симпедиалы, они, знаете, маленькую пищульку отрастят, и хопс, от неё сразу идут корни. То есть там ещё даже ростик, не знаю, там 5 сантиметров, не достиг, а от него уже своя корневая идёт. А в некоторых случаях наоборот. Какие-то симпедиалы отрастят хорошую, приличную такую псевдобульбу, сформируют её, а потом только от неё начинает идти корневая система. Какое-то у меня растение вообще меня удивило. Оно после того, как полностью отрастило псевдобульбу, оно простояло несколько месяцев в периоде покоя, и только в следующем году получилось, в кальдарном году, оно начало отращивать корневую систему собственную. Так вот, когда можно ждать всего этого дела у психопсисов? Пока я сижу и рядышком и жду вот это появление новых корней, моя задача не усушить, ну и, естественно, не залить старые корни, потому что только за счёт них растения существуют. Поэтому, когда я выбирала способ посадки и субстрат, я выбрала горшки, которые дышат, как уже сказала, и сам субстрат я составила таким образом, чтобы там был и влагоудерживающий компонент. Это старый азиатский мох, к которому они пришли. Он в основном в верхней части посадки сосредоточен. А внизу идёт керамзит, который тоже вбирает в себя влагу. Не надо мне писать, что керамзит влагу не набирает, конкретно мой набирает. И не нужно со мной спорить, как многие любят. Короче, керамзит набирает влагу, и если он находится внутри посадки, он достаточно долго её отдаёт. Он долго не просыхает. И там же пластинчатая кора, которую я не вываривала, с которой, что называется, всё стекает, потому что она пластинчатая именно. Сквозь неё просто как деньги, сквозь пальцы, как песок протекает. Нужна мне эта кора для массы, для того, чтобы новые корни когда-нибудь закрепились внутри посадки, для того, чтобы создавать какие-то внутренние воздушные карманы и всякое прочее. Вот я вижу, между прочим, что у двух из трёх психопсисов в основании тех новых ростиков, с которыми они пришли и которые ещё не сформировались, в их основании набухают сейчас почки. Что это значит? Логично ли это для психопсиса? Характерно ли это? Или это какой-то косяк, например, моего ухода и содержания? Тоже знатоки психов напишите, пожалуйста, в комментарии. Может ли такое быть? Вернее, должно ли такое быть, чтобы новые ростики начинали формироваться до того, как закончится формирование предыдущих ростиков, превращение их в псевдобульбы? И вообще, когда я смотрю на эти светло-зелёные листики, вот я думаю, блин, когда там в основании вообще начнёт набухать псевдобульба, и откуда она там начнёт образовываться? Вот этот старый тёмно-зелёный лист, в его основании такая сморщенная, как пуговица наполовину закопанная в субстрат. Вот там псевдобульба. А у новых этих зелёных ростиков вообще ничего нет. Короче, очень прикольное растение, очень интересно за ними наблюдать. По поводу листьев. Видите, они сейчас... Это вспышка такая, да, тут срабатывает. Так вот, они как будто бы серебристым налётом. Многие даже могут мне написать, что их льел клещ. Нет, ребят, это просто структура у листа настолько интересная. Там, знаете, миллион каких-то впадинок, ложбинок, всё. И когда вспышка срабатывает, да, или лампа светит, вот, ощущение, что поверхность как будто бы испещена какими-то действительно укусами, проколами насекомых или каких-нибудь клещей. Бывает, что серебристый налёт, да, образуется именно там, где колония клеща появилась. Ну, нет, ребят, я тут миллион раз уже спиртовыми ватками протирала. Если лампу повернуть под другим углом, то листья становятся просто обычными, тёмно-зелёными. Они были бы глянцевые, если бы не вот эти вот микропоры. Ну, собственно говоря, вот и всё, ребят. Рассказала про свои психи, расписалась в полном незнании этих растений, попросила ваших советов, да, в комментариях. Очень жду рассказов бывалых любителей психопсисов. Расскажите про хронологию, сколько зреют новые псевдобульбы, когда идут от них корни, когда начинают формироваться цветоносы, и действительно ли, что цветоносы могут до двух лет вообще расти, прежде чем выдадут цветение. Я хочу знать, не ошибаюсь, ли я в выборе, потому что, ну, пока мне интересно, интересно, конечно, да, наблюдать за ними, но динамика настолько медленная, развития практически никакого нет. Если это и дальше так сохранится, после того, как растения уже в моих посадках адаптируются и так далее, если они и дальше будут так тупить, то вполне возможно, что я решу, что это не мои растения. Одного из психов я заберу с собой на море, того, который слева. Хочу его там посадить на блок, судя по тому, что в природе они растут на деревьях где-то высоко, то и на моей террасе они тоже будут себя прекрасно чувствовать. Там много солнца, много дождей, буду их вывешивать за окно, что называется, для дождевых ванн. И там много ветра, который будет их быстро просушивать. Возможно, на море у нас дела пойдут получше. Вот. Красота. Так, кто спросит, что это за психи? Так. Хороший вопрос. Так, пошла, посмотрела в альбоме. Это Марипоза Туинс. Наличие слова Туинс, Близнецы, в названии вселяет в меня уверенность, что все-таки это растение будет цвести не одним экзотическим цветком, а двумя. Мне главное дождаться. Ну что же, отращиваем дзен. Жду ваших ответов с советами в комментариях. И всех целую, еще приду. Увидимся на моем канале в следующих роликах. Субтитры сделал DimaTorzok